всем привет этот ролик будет необычный поскольку он посвящен полностью кошачьей жизни на яхте в черногории знакомьтесь это кошка милка рыбачка моя того мне помогает вот вам и морской котик плывете и вуз не дует подумаешь волна тут люди ходят и сегодня ну как так она море расскажи нормально как ты на крышу забираешься вот расскажи людям как саша тебя под зад подталкивает вот так и забираешься а спускается уже сама сразу скажу кошка ни разу не упала в море она ни разу не зашла на причал она четко поняла свои границы и жила вот в этом пространстве кошка это очень устойчивое существо в отличие от человека у нее четыре лапы они две как у нас и ноги да и в море при качке она не падает подглядывать за людишками и катерами в мае 22 года ей исполнится 7 лет я ее называю кошка гедонист царица крыши повелительница крепких снов на голубых пещерах рыбная гурманша ну и еще любительница кресла капитана мы с тобой одной крови ты и я но март 20 года с локдауном поменял нашу жизнь и мы внезапно приняли такое решение уехать с квартиры будвы в тиватский залив на яхту честно сказать не андрей не я не собирались никогда жить на яхте тем более с кошкой милка впервые на яхте ну конечно большой шок надо все обнюхать обходить а счету два друга рядом вот эти полоса ходят рядом как она с ним будет дружить я не знаю рыбу делить будем сейчас может быть война спряталась к алкоголю если хорошее место выбрала выгодная но мне кажется это не поместишься что поместишься что-ли офигеть тут у тебя способность ну ты вылазил но самая смелая милка не наконец кошка на второй день решила выйти немножечко из квит компании наружу посмотреть внешний мир кошка была домашняя а там уже такая полу улица считай там уже морем пахнет так есть страшно на полусогнутых изучает яхту а хвост смотри как распушила страха писю ты возвращаешься на кровать да там безопасно как может спрятаться ну конечно ох какая удобная тумбочка да вообще огонь кейс кто просится туда за стекло там же все-таки не балкон кейс это в окно лезешь а еще с кошкой стала жить на яхте в десять раз веселее и честно сказать милка украсила нашу карантинную жизнь она очень полюбила жизнь на яхте хотя привыкала к ней наверное месяца два ей не нравились посторонние звуки днем шумели на причале какие-то соседи строители в непогоду волны бились о борт яхты а иногда забегали коты из причала и она конечно пугалась их на целых полтора года у него появился дом на море на пару этажей где было где побегать где был свежий воздух с панорамой на море кресло на палубе для ее солнечных ванн ну а еще ежедневно мелкие ловили рыбу что милка дом не узнаешь да другой горизонт скажи да не как тебе седьмого ноября загорать нравится такой жизни на солнышке на нулевой линии моря со свежей рыбкой завидовали все а как же милка полюбила со мной рыбачить ну вернее она воровала рыбу с удочки она ее свежую не ест не любит зато она ее забирала с крючка тащила вниз на кухню в углу размазывала чешую по полу прибивала рыбку и бросала потом она мне приходила и заявляла давай варе и разделывает костей милка и каракатица смотрите будет фильм вообще на кальмара любит такого свежего неваренного кальмар первый наш офигеть помните как весной двадцатого года на карантине все начали сажать рассаду выращивать какие-то сады и огорода на дачах или в квартире я на яхте не было исключением правда мой огород съела милка потом андрей купил специально для нее рассаду в кошачьем магазине но эту траву она есть не стала вместе с милкой на яхте мы прожили полтора года и за это время она так и не смогла полюбить одно людей а их было очень много первые пару месяцев мы закрывали кошку в нашей каюте вместе с туалетом и кормом иногда гость спускаясь вниз хотел пройти в туалет а тут из-под тишка откуда ни возьмись нападает кошка на его ноги понятно крику было много приходилось ее закрывать потом она привыкла но любви к людям у нее так и не появилась а еще она очень не любила ходить на голубые пещеры иногда ее там укачивала особенно первое время весной зато она худела со временем ее вестибулярка привыкала и в принципе в открытом море она уже чувствовала себя хорошо зато по которской бухте кошка ходила как по земле она спокойно носилась по палубе по крыше валялась со мной на матрасе и абсолютно не ощущала что яхта на ходу бухта очень хорошая здесь нет волны здесь как в озере очень спокойная вода и кошка тут кайфовала милка кто залез мою жилетку ты знаешь она моя нет не в курсе наша кошка не исключение я знаю еще других яхтсменов у кого живут и кошки и собачки и достаточно неплохо они привыкают к этой жизни единственное домашние питомцы не любят большие переходы на волнах их сильно укачивает они не могут есть все подобно человеку вот прибрежный яхтинг с кошкой он хорош сегодня кошка живет в квартире и самое первое существо с которым она познакомилась это был робот пылесоса скучает ли она по яхте я не знаю но я думаю мы когда-нибудь с собой на выходные туда опять возьмем посмотрим вспомнить ли она свой прошлый домик